Да будет свет! До революции 1917 года это здание на улице Труда было единственным источником света для всего Челябинска. Старая электростанция, она же памятник архитектуры, уже давно не используется по назначению и сильно обветшала. Бытует мнение, что это здание и есть первая городская электростанция. Однако это не так. Пальма первенства у неприметного кирпичного строения по соседству. Электричество пришло в город в 1905 году, когда была построена первая электростанция. Она была небольшая, там было две дизельных турбины, мощность 50 кВт. После смерти владельца первой электростанции Василия Михайловича Колбина в 1911 году, его дом и все прилегающие постройки, в том числе и электростанция, перешли к городским властям. Значит, городская дома купила этот дом и все, что находилось во дворе. И электростанция уже работала как городская станция. Руководил всеми работами на электростанции. Опытный очень техник, который начинал еще в 1905 году вместе с Колбиным, это Евсей Митрофанович Рощупкин. Замечательный человек, который возглавлял и телефонную связь, и электросвязь в Челябинске, начиная вот с того, с начала 20-го столетия. В 1915 году он составил отчет о работе электростанции, где указал, что оборудование нуждается в реконструкции, что станция в связи с тем, что город разрастался, абонентская база увеличилась, уже не выдерживает этой нагрузки. И предложил найти инвесторов и продать электростанцию. Вскоре такой инвестор нашелся. Им стало русское акционерное общество «Сименс-Шукерт». Предложенная цена в 45 тысяч рублей не устроила городскую думу, планировавшую заработать на 5 тысяч больше. В итоге немцы уступили, и первая электростанция вместе с оборудованием ушла с молотка за 50 тысяч рублей. После покупки электростанции русским акционерным обществом «Сименс-Шукерт» построено новое здание электростанции, проведена реконструкция, заведены паровые турбины, и мощность электростанции составила 250 киловатт. И станция, в общем-то, успешно работала. После революции электростанцию, как и все городское имущество, национализировали. Но директор остался тот же, и всеми Трофанович Рощупкин, который начинал это дело электрификации в Челябинске. С точки зрения архитектуры, здание на улице Труда, 66, дробь 1, по-своему уникально. Например, имеет схожие черты с городской трамвайной электростанцией в Питере, а также другими памятниками архитектуры северного модерна. Здание Челябинской электростанции – это национальный вариант стиля модерн, но национальный он опосредованно, поскольку стали его называть северным, пришедшим через Финляндию, Швецию. Мы можем видеть подобные наши электростанции формы во многих зданиях Петербурга, в частности, трапециедальные окна в доходных домах. А если мы посмотрим на промышленные постройки, такие как Петербургская электростанция, то мы увидим очень сходный метрический ритм контрафорсов, вертикальных высоких окон. Опять же, это трапециевидное завершение. Важно не путать модерн и модернизм. Последние относят к радикальным течениям в искусстве, возникшем в начале XX века. Модерн, в отличие от модернизма, не отказывается от исторического наследия, а создает его органический синтез. Так, в форме окон Челябинской электростанции можно увидеть аллюзию на готические храмы и рисунок фахверховой или каркасной конструкции. Карниз на кронштейнах напоминает о временах греческой античности, а контрафорсы по периметру здания – египетские обелиски. Обращает на себя также внимание на нашей электростанции символика. Это на западном фасаде символ, который изображает стилизованные крылья и часть диска. Символ очень древний, который кто только не применяет. И для знаков профессионального различия мы можем посмотреть на эмблему железнодорожников, там колесо с крыльями. Мы можем посмотреть на эмблемы автомобилей. Наверное, самая распространенная тема – это крылатый диск. При желании также некоторые исследователи угадывают в этих крыльях не столько крылья, сколько рессоры, форму рессор. Но здесь нет противоречия. Ведь чем больше ассоциация вызывает символ, тем он сильнее. Потому что буквально изображение солнца, крыльев – это все-таки не искусство. Это какой-то буквализм, изобразительность. Глядя на эту символику, мы однозначно ее идентифицируем как знак, связанный с транспортом и энергетикой. Это очень сильная тема. Она возникла еще в третьем тысячелетии до нашей эры. И, наверное, наряду с крестом это такой же устойчивый символ. За свою вековую историю памятник архитектуры существенно пострадал. В здании была сделана перепланировка. Из одного оно превратилось в двухэтажное. Высокие окна были разделены на два яруса кирпичными вставками. Пробиты новые проемы. Фронтон западного фасада полностью утрачен. И вот станция, можно сказать, проявляет удивительную жизнестойкость. Хотелось бы ей дальше радовать горожан. Но для этого нужно функциональные изменения. Мы можем посмотреть, что даже менее ценные памятники для городов, зарубежных городов, например, взять Мадрид. В Мадриде электростанция, может быть, даже менее интересная, чем наша Челябинская, была реконструирована, не просто реконструирована, а превращена в крупный культурный форум. Он так называется, Кайша-форум. Здание было в тесной городской застройке. И для того, чтобы его отдать людям, чтобы там сделать общественную зону, пошли на то, чтобы ее просто поднять над землей. Вот это колоссальное здание, оно, можно сказать, парит над землей. Мы можем увидеть публикации во многих журналах. Можно посмотреть, например, промышленное здание в Лионе, французское промышленное здание. Оно превращено в культурный центр, зал Тони Гарнье. Тони Гарнье – это архитектор. А было скотобойня. Даже вот в Милане, ну, под Миланом, бывший коровник превращен в кинотеатр, в центр общения, в культурный центр. Потому что промышленная архитектура, тем более с историей, она несет в себе подлинность, аутентичность, которой так не хватает. Сейчас все озабочены брендингом территорий, поиском какой-то национальной, местной идентичности. А берите, пользуйтесь, вот оно. Реально ли Челябинской электростанции повторить судьбу европейских собратьев и стать самобытным арт-объектом? Шансы возрождения здания увы стремятся к нулю. Бывший храм Солнца памятником архитектурного наследия числится только на бумаге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова